Владимир Кириллович Шохин Владимир Кириллович Шохин. Родился в 1951 году в Москве. Окончил философский факультет МГУ имени Ломоносова в 1974 году. Доктор философских наук, профессор, заведующий сектором философии и религии Института философии Российской Академии Наук. Сфера научных интересов, философия и религии, сравнительная теология, история философии, философская компаративистика и аксиология. Владимир Кириллович, прежде всего, хотелось бы поблагодарить вас за замечательный доклад, в названии которого сразу было обозначено несколько очень важных, очень интересных моментов. Это не богословские размышления философа о церковных таинствах. Хотелось бы задать вам вопрос, ну, может быть, более общего характера. Вот как ощущает себя человек, образованный, занимающийся серьезными фундаментальными исследованиями, попав в луноцеркви? Какое место занимает интеллигент сегодня в церкви? Кто это? Ну, это трудно сказать, в общем-то, как предлагают французы, говорить из-за себя. Но за интеллигенцию говорить довольно сложно. Единственное, что можно сказать, что, по-моему, наш состав церкви очень сильно изменился. Затем, с того времени, когда я выцерковлялся, все-таки это действительно была церковь бабушек, вот, реликты до сих пор остались. Например, есть один очень хороший храм, в котором считается великим преступлением наступить, например, на коврик, и все тебе обязательно, да, например, скажут, да что же это такое и так далее. Вот, в этом отношении, мне кажется, многое изменилось. Люди как-то себя чувствуют в церкви свободнее, во всяком случае, внешне. Вот, но если говорить о внутренней свободе, прежде всего, в общем-то говоря, человек проходит разная стадия духовной жизни, так же, как и физической. Мне кажется, что многие мыслят, и не только посома, но и пастыря, что вообще цель христианской жизни, это не та, о которой говорил преподобный Серафим, а что в отцерковлении это и есть цель. Не средство, а цель, а конечный результат. Ну вот, мне кажется, что акцент все-таки делается больше на отцерковлении, чем на евангелизации. Чем на евангелизации. А уже кто на каких стадиях останавливается, и кто идет дальше, это уже, наверное, индивидуально. Вам не кажется, что та установка, которую мы нередко встречаем среди нынешнего современного духовенства, о том, что вершина церковной жизни – это частое причащение, что эта установка в своей основе является, в общем-то, не всегда корректной? Ну, понятно, да, собственно, я об этом и говорил в докладе. Мыслиться, что вот весь человек почищается, и это уже все. Больше он получить не может, это, мне кажется, некоторых духовников как бы избавляет от дальнейшей ответственности. Вот он исповедовал, послал, и при части все сделает. То есть это тупик, духовный тупик? Ну, это некое такое облегчение жизни, некое облегчение жизни. Это как и упоминалось о проповеди Иоанна Златоуства, он говорит, вот зачем вы приходите, если вы не можете даже отучиться от клятвы, чтобы упоминать ими Божьи в сую. Для чего вы вообще, чем вы отличаетесь от язычников, если вы не исполняете заповеди? А сейчас это нет, что сейчас то, что является средством, оно трактуется как цель. Я бы вот так вот сказал. Мы сегодня говорили и о таком необычном для нашего слуха феномене выгорания, о том, что и пастырский кризис имеет место в лоне церковном, и о том, что любой, в общем-то, верующий человек, он зачастую проходит через подъемы, через спады веры. И не надо этого пугаться, это является, в общем-то, естественным, нормальным и известным для святых отцов. Вот на ваш взгляд, что является самым опасным периодом в пути к Богу, в пути к вере со стороны русского интеллигента? В жизни как раз, что, в общем-то говоря, по-моему, человек приходит в церковь для того, чтобы нередко снять с себя ответственность. Вот это вот, вот эти, например, многочасовые женские исповеди у священников, я даже не представляю себе, как многие духовники это все выдерживают, когда вот эти вот автобиографии и так далее, и так далее. В общем-то, основная установка — это все-таки какой-то вот инфантилизм, понимается, что духовник должен решить все твои проблемы. Все твои проблемы. Мало того, что тут потребительское отношение к самому духовнику, здесь есть еще и какое-то потребительское отношение к церкви и снятие с себя вот этой вот ответственности. Вот это... Кому мы приходим? К Христу или к Батюшке, а? Опять-таки, вопрос, где цель и где средство. Вот это вот боязнь брать на себя ответственность и в действиях, и в мыслях, и в чувствах. Вот это, мне кажется, может быть, это хорошо соответствует православию, но не христианству. А различия существенные. Это очень интересно. Различия существенные, да. И иногда создается впечатление, что это две разные религии. Можно ли сказать, что одним из таких ярких несоблазнов, а скорее препятствий на пути воцерковления, полноценного, здорового воцерковления современного человека является отчуждение, которое он встречает в церкви. Раскрывая свою душу, как бы вверяя свою душу священнику, как духовнику, он в какой-то момент понимает, что на самом деле эта душа-то не особо-то интересна. Потому что этих душ уже несколько сотен. И все примерно, ну так, с его точки зрения, почти и грехи почти одни и те же, в общем-то и проблемы почти одни и те же. Или это слишком жестоко, так сказать? Ну, понимаете, тут опять-таки вот это вот, ну, нужен вот этот вот срединный царский путь. Понимаете, с одной стороны, здесь тоже, если опять-таки установка такая, чтобы батюшка решал все мои проблемы вместо меня, если индивидуальная работа придет опять-таки, ведет опять-таки к инфантилизму, понимаете, причем тут, я даже не знаю, я даже не знаю, насколько здесь, в общем-то, ответственность одних только батюшек. Потому что вот такой у нас народ, что он, вот у него потребность, чтобы им управляли. Ну, что тут будешь делать? Ну, 70 веков, лет коммунистических, собственно говоря, они ведь даром-то они не прошли. Вот, почему, например, такая проблема со всякими тоталитарными сектами? Почему охотно люди туда идут? Да понятно почему, чтобы за них все решали. Чтобы за них все решали. Это очень удобно, как там у кришнаитов, чтобы у человека был полностью, там, или у Хаббарда, или у Мунитов расписан каждый час жизни, чтобы он работал, так сказать, на организации. Я думаю, что людям это дорого, в общем-то говоря. Отсюда опять-таки наше младостатчество, которое опять-таки идет отсюда, что человек охотно уступает свою свободу. Продолжение следует...